Отступая 3 мм от лунки небна, вы выполняете перпендикулярный гребню разрез. Неполнослойный, это очень важно. Он неполнослойный, вот такой. Дальше за ним, отступя еще 2 мм, выполняете второй такой же неполнослойный разрез. Абсолютно две параллельные линии. Они видны вам? Отсюда вы выполняете параллельно гребню, отступя где-то 3 мм от зубов. Разрез. Он достаточно... К себе надо чуть-чуть. И влево. Право. Продолжительный. С расчетом такого. Он такой будет длины, как дефект, умноженный на 2. То есть вы измерили свой дефект, который вы будете замещать, и умножьте это на 2, потому что его вам нужно перевернуть и заправить еще туда. и такой же неполнослойный разрез. Неполнослойный. Вы выполняете параллельно. Второму, как для забора трансплантата. Вот этого разреза вы не проводите. Все разрезы пока неполнослойные у вас. Начинайте в двух параллельных разрезах моделировать тоннельчик, вот такой мостик. Я просто еще стараюсь руку так ставить, чтобы было видно. Видно, да, то, что происходит? Мы сформировали с вами мостик, через который мы будем переворачивать наш трансплантат. Теперь постепенно. Мы начинаем деэпитализировать на месте вот этот вот наш полосочку, заходя только с одного горизонтального разреза. Этот трансплантат субэпиталиальный. То есть он уже заведомо будет деэпитализированный. Трансплантат вареновый разреза. Поросочки, заходя только с амбаром, по полосам, по полосы, по полосам, Трансплантат Теперь от слоев эпителий вы выполняете более глубокий полнослойный разрез, желательно делать разрезы-разрезы, чтобы у вас поменьше было вот этого выкроенного всего. И тоже делаю самое, выполняйте с другой стороны. Теперь он полнослойный, до надкосницы вы делаете этот разрез. Да, мы сначала доэпитализировали, а теперь мы до надкосницы его делаем. Можно не делать второй вот этот разрез снаружи, можно сделать его изнутри, но технически это очень сложно, поэтому делайте лучше снаружи, вы хотя бы видите, что вы режете. Также мы помним, что мы если работаем во фронтальном участке верхней челюсти, у нас в области клыка есть анатомическое образование, это петля небной артерии, которая, да, заходит туда, будьте очень осторожны, ее можно травмировать. Но это не страшно, это накладывается лигатура, но все равно это неприятное осложнение во время, в ходе операции. Вы выполняете полнослойный разрез. Начинаете выделять трансплантор. А как же я его вытащу, это изо рта? Я его сниму. Я же его не буду изо рта доставать. А где вы его прикреплены? Можете оставить, да. Я просто думаю, что мануально это очень сложно. Можете, можно сделать как мышеловку. Вы когда-нибудь делали такой доступ? Я такой доступ делаю, чтобы забрать с неба. В области фронтальных зубов верхней челюсти. Вы помните, как выглядит там небо? Да. Такой ответ вам тогда. Как мы его еще можем деэпитализировать? На пальцы потом? Я его просто оторву. Можно, пожалуйста. Я же сказала об этом. Что так можно делать, но это более мануально сложнее. Потом его отсечь от принимающего ложа так, чтобы не повредить в зоне мостика. Тут именно смысл в том, что это сохранение ножки. Здесь не смысл в том, каким доступом я его забираю. Рана все равно будет на небе, как бы мы ни старались. Я выделяю трансплантат, я уже сказала. Просто это нижняя челюсть здесь тоненькая очень. Нам суть же нужна, не толщина на сегодняшний день. Поэтому я его просто отделяю скальпель. А как ты используешь? Использую. Во время имплантации. Ну, бывает просто ситуации, когда никак по-другому не сделать. Вы же не поставите с двух сторон открытый соединительно-тканный трансплантат. Пусть давится поверхность имплантата, да, загаленная или пэромембрана какая-то. А с другой стороны ничего, не перекрывая слизистым ткастичным лодку. То есть, ну, поставить можно, это бессмысленная работа. Все умрет и отвалится. Потому что питания нет ни с одной, ни с другой стороны. В этих случаях я так делаю. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученая, кандидат медицинских наук, у нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое священие, да? Ну да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Снелеков. Великолепно, подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна и Алексей Николаевич. Настер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.